В заключительной лекции Бакалаврского уровня 8 недели мы поговорим о достоверности источников, найденных в интернете. Критериями их достоверности могут быть репутация, ангажированность, компетентность и профессионализм, также полнота и точность. Итак, репутация. На практике достоверность источника определяется уровнем, заложенной в нем информации. Чем выше процент подтвержденной информации, то есть сбывшихся прогнозов, подтвержденных сообщений и тому подобное, тем достовернее источник и тем выше его репутация. Репутация – это один из главных критериев достоверности источника информации. Здесь важно не забывать о том, что достаточно всего однажды подать намеренно обманчивую или ненамеренно непроверенную информацию, чтобы надолго испортить свою репутацию. Немаловажным критерием достоверности является ангажированность источника информации. Естественно, чем независимый источник, тем объективнее, а значит и достовернее поступающая от него информация. Еще один существенный критерий – это компетентность и профессионализм. Ведь можно взять информацию с абсолютно объективного источника, то есть сайта или печатного издания, который пользуется отменной репутацией, но она в итоге окажется малодостоверной. Помогают в выборе достоверных источников также такие критерии, как полнота и точность. Полнота источника – это отображение в источнике определяющих существенных характеристик и черт изучаемого объекта, особенностей явления, главного содержания событий. Иначе говоря, если на основании источника мы можем составить достаточно объективное, а не искаженное представление о реальном факте или явлении, мы можем говорить о полноте источника. Полнота – это характеристика качественная. Она не находится в прямой зависимости от объема информации. Две страницы текста, маленький этюд или зарисовка могут дать большее представление о происходившем, нежели увесистый том рукописи, огромная картина и т.п. Точность же – это количественная характеристика, т.е. степень отражения в источнике отдельных деталей описываемого факта. Она существенно зависит от объема информации. Поэтому пропорциональной связи между точностью и полнотой не существует. Обилие информации, перечисление деталей, наоборот, может затруднить восприятие и понимание информации. Вместе с тем, на определенном этапе количество деталей позволяет существенно уточнить основное содержание событий, когда происходит переход количества в качество. Вообще, уточнение различных фрагментов отдельной картины способствует созданию представления о ней в целом. Для определения значений этих критериев, безусловно, требуется соответствующая вдумчивая работа над каждым источником информации. Таким образом, можно выделить 9 правил определения достоверности источника. Первое. Для начала вам нужно принять решение о том, насколько достоверной должна быть используема вами информация. У всех различные стандарты. Все зависит от того, как вы собираетесь применять полученную информацию. Например, если вы пишете диссертацию в университете, вам нужно использовать информацию только из самых достоверных источников. Если вы ищете в интернете информацию, например, о том, как сварить макароны, вам, скорее всего, подойдет любая информация из первой попавшейся статьи. Если нужная вам информация должна быть более-менее достоверной, например, вы создаете собственный сайт или презентацию, источник должен быть более-менее надежным. Второе. Все зависит от того, с каким источником вы работаете. Обычно печатные материалы – это более надежный источник информации, чем, например, информация, найденная в интернете, на форуме или блоге. Как мы уже ранее говорили, научные журналы являются достоверным источником информации, так как все статьи проходят тщательный процесс проверки и редактирования. Вы можете почитать отзывы о журналах на различных сайтах, там, где оценку им дают эксперты и ученые, а также опытные критики. Критики и эксперты проверяют источники информации, предоставленные в печатных изданиях. На достоверность такой информации вы можете положиться целиком и полностью. Речь не идет о том, что вам нужно полностью избегать интернет-источников, например, научных блогов и форумов. Просто проверяйте источники, если собираетесь использовать информацию для своих целей. Не доверяйте печатным источникам, которые спонсируются большими корпорациями, так как информация в них может быть подана необъективно. Важно также узнать как можно больше об авторе источника. Если у автора хорошая репутация, если он получил образование в презентабельном учебном заведении, то, скорее всего, его мнению можно доверять. Если автор источника не указан, источник не может считаться достоверным. Достоверность информации не гарантирована и в том случае, если тема статьи является инновационной. История науки говорит нам о том, что научная информация никогда не может являться абсолютно достоверной на данный период времени. Задайте себе такие вопросы об авторе источника. Где он работает? Связан ли автор с авторитетным университетом или организацией? Какие цели и ценности у этой организации? Есть ли у нее спонсоры? Какое у автора образование? Какие другие работы опубликовал этот автор? Какой у автора опыт в данной отрасли? Является ли он инноватором, промоутером, исследователем, последователем или занимает статус-кво? Цитировался ли этот автор другими учеными и источниками в этом поле исследований? И другие вопросы. Третий. Проверьте дату написания статьи. Узнайте, когда было опубликовано издание или статья. Если речь идет о научной статье или статистике, дата публикации издания имеет большое значение. Если статья литературная, дата публикации не имеет особого значения. Проверьте, нет ли обновлений этой информации. Почитайте отзывы критиков и других экспертов. Четвертое. Узнайте, как можно больше об издателе печатного издания. Если вы имеете дело с университетскими изданиями, источник можно считать более достоверным. Пятое. Определите, на какую публику рассчитано издание. Информация может быть достаточно противоречивой и даже недостоверной, если ее источник рассчитан на широкую публику. Не используйте слишком специализированный источник информации. Вы можете просто не понять контекста, в котором используется информация, и использовать ее неправильным образом. Шестое. Прочитайте отзывы. Есть много сайтов и печатных изданий, предлагающих отзывы о различных авторах и научных статьях. Почитайте отзывы в интернете и посмотрите, что говорят об авторе статьи «Критики» и другие ученые. Таким образом, вам будет легче установить достоверность источника. Седьмое. Посмотрите на ресурсы, из которых вы черпаете свои источники информации. В каждой статье, которую вы хотите использовать, должны быть указаны источники и ссылки на авторов, материалы которых были использованы при написании этой статьи. Восьмое. Определите объективность информации. По возможности узнайте, связан ли автор, например, финансово с предметом, о котором идет речь. Если да, информация может быть необъективной. Уточните, кто является спонсором печатного издания или другого источника информации. У каждого спонсора могут быть свои скрытые мотивы, которые влияют на объективность информации. Чтобы определить объективность информации, прочитайте текст на предмет суждений автора и его личных оценок. Дело в том, что в научных работах не принято использовать или выражать информацию, которая имеет эмоциональную окраску или предвзятую оценку. И последнее. Девятое. Определите последовательность информации. Посмотрите, нет ли противоречивости в источнике информации, которые вы собираетесь использовать. Информация должна быть последовательной и не противоречить во мнениях сама себе. Итак, мы рассмотрели тему поиска печатных и электронных научных источников, а также определение их достоверности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...